Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс. В сегодняшнем видео мы разберем такой дефект печати, как загибание угловой детали. Почему он появляется и как с ним бороться. Также поговорим об адгезе. Чем лучше помазать стол, чтобы наша деталь в процессе печати не оторвалась. Ну и вкратце я опишу проблему, почему расслаивается пластик ABS. Этот вопрос мне часто задают новички в 3D печати, да и просто зрители моего канала. На многих принтерах, включая и Endertrip, изначально идет вот такая вот подложка штатная. Она сделана из текстолита. Подложка имеет небольшую толщину, всего лишь 1,5 мм. Первые 10 печати эта подложка ведет себя неплохо. Но потом начинаются проблемы. Поэтому рекомендую сразу заменить на стекло. Некоторые используют зеркало, но я не рекомендую. Почему? Потому что с обратной стороны зеркала идет напыление. Естественно поверхность не особо гладкая. Поэтому такое зеркало не очень качественно соприкасается с нашим столом. Поэтому я прикупил себе вот такое вот простое стекло толщиной 4 мм. Оно гладкое с двух сторон. Такое стекло используется для установки окон. Через интернет я нашел на районе ближайший стеклорез. И мне вырезали квадрат 235х235, который четко встал на наш стол. Стоимость данного стекла мне обошлась всего лишь в 2 доллара. Это с порезкой и обработкой. Вдумайтесь. Нет смысла покупать дорогие стекла, так как по качеству они не лучше. А это стекло всегда можно заменить. Цена вопроса 2 доллара. И оно ни разу не трескалось, не лопалось при повышении температур до 110 градусов, когда я печатал АБС пластиком. Но вы должны понимать, что стекло имеет очень гладкую поверхность. И поэтому, конечно, его нужно чем-то мазать. Иначе детали просто не будут прилипать. Еще очень важное преимущество стекла перед вот таким вот текстолитом. То, что оно имеет высокую твердость. И не прогибается. Вот как вот эта вот площадка. Для улучшения адгезии нашей детали, зачастую используют вот такие вот клеи-карандаши. На ПВП-основе. Вот такими вот карандашами пользуются больше полугода. Но в итоге от них отказался. Из-за того, что у них есть ряд недостатков. Один из самых главных недостатков, это низкий порох отваливания детали. Когда температура стола понижается ниже 80 градусов, деталь начинает отваливаться. Если вы печатаете ABS пластиком, то отрывание детали здесь недопустимо на такой температуре. Потому что пластик должен медленно остывать. К тому же они очень быстро расходуются и их хватает совершенно ненадолго. Намазав на поверхность такой карандаш, мы можем эту поверхность использовать для печати двух-трех деталей. После чего нам придется водичкой это все смыть и нанести новый слой. Но есть более универсальное и более качественное средство для улучшения адгезии, чем наши карандаши. Это смесь клея BF2 и изопропилового спирта в пропорции 1 к 2. Одна часть клея и две части спирта. Клей BF2 можно купить в интернете без каких-либо проблем. Со спиртом изопропиловым будет посложнее. В интернете он так просто не продается. Но мне подсказал коллега-радиолюбитель, что такой вот изопропиловый спирт можно купить в любом магазине радиоэлектроники. Рекомендую покупать именно такой клеев BF2 Solens. Он уже проверенный и могу сказать, что качество прилипания детали просто обалденное. Вот так вот выглядит спирт изопропиловый. Обратите внимание на надпись абсолютизированный. Это очень важно. Для удобства нанесения я взял вот такую бутылочку от лекарства для насморка. То есть здесь вот просто нажимаешь и пшикаешь прямо на поверхность. Эту смесь BF2 Plus изопропиловый нужно вносить на наше стекло очень тонким слоем. Для этого использую обычный спонжик. Но помните, что вносить нужно только на холодный стол. Так как спирт на горячую начинает испаряться очень быстро и клей остывает. В итоге вы не сможете качественно намазать и у вас будут полосы, разводы. Поэтому только на холодный стол. Эту деталь я напечатал из пластика Patch от компании PlexiWire. Кстати, я ее тестировал на днях. Пластик обалденный просто. Уделывают даже дорогие бренды. Поэтому я рекомендую посмотреть в конце ролика. Будет ссылочка. Прошло несколько часов, а адгезия все равно еще работает. И эта деталь, видите, как качественно держалась на очень тонком слое нашей смеси. Ее даже визуально практически не видно. Поверхность стола я помазал этой смесью 2 дня назад. При этом отпечатал больше 10 деталей. И маленькие, и большие все печатались в одном и том же месте. Самое главное, не остается никаких следов после печати. Все отлепляется отлично. При печати ABS пластиком углы не загибаются. За счет того, что очень низкий порог отклеивания. Итак, подведем короткий итог. Клей BF2 плюс изопропиловый спирт абсолютизированный. Это лучшее средство для адгезии вашего стола. А теперь давайте разберем дефект печати загибания углов. Почему он появляется и как с ним бороться. Загибание углов и детали может быть по двум причинам. Это температурная деформация и усадка пластика. Если вы печатаете из легкоплакого материала, такого как пыла, и у вас загибаются углы, то это скорее всего температурная деформация. То есть температура стола превышает температуру деформации вашего пластика. Решается эта проблема очень просто понижением температуры стола. Хотя бы на 5-10 градусов. И смотрите на качество печати. Но что делать, если у вас ABS пластик, который также начинает загибать углы. Здесь проблема скорее всего в усадке пластика. Когда печать оканчивается, стол наш отключается. Сопло также отключается. И внешняя среда естественно начинает воздействовать. Происходит усадка пластика за счет внутренних напряжений. Здесь очень важно, чтобы температура окружающей среды не была слишком занижена. Иначе пластик начнет очень быстро остывать. И в итоге будет отрываться от стола. Но при этом в самой детали усадка будет продолжаться. Чтобы наш ABS пластик не загибал углы, на помощь нам придет вот эта вот смесь. BF2 плюс изопропиловый. Кстати, карандаши очень плохо с этим справляются. Как вы поняли, эта смесь имеет более низкий температурный порог. За счет чего наша деталь максимально долго находится на столе не оторванной. Как я и говорил, ABS пластик очень боится изменений температур. Какие-нибудь сквозняки или поддувания, они очень негативно влияют на качество печати. Деталь просто расслаивается. Как понять, что у вас проблема с поддуванием? Очень просто. Включаем принтер и подставляем нашу ладонь. При этом кулер обдува детали естественно у нас должен быть выключен. Если при этом вы ощутили холодный воздух из-под сопла, это значит, что здесь у вас отверстие и потоки воздуха от кулера обдува хотенда просто через это отверстие попадают прямо на деталь, из-за чего она расслаивается. В видео «Косяк китайских принтеров» я рассказал, как избавиться от этой проблемы. Можно поставить перегородку, то есть сделать более герметичную кожу, за счет чего вы избавитесь от поддуваний и качество печати вырастет в разы. Поверьте, это проверено опытом. Давайте подведем краткий итог. Загибание угла пластика BES – это проблема адгезии стола, которая решается с помощью смеси BF2 плюс зазопропиловой, а также установки термокамеры и избавление от всех поддуваний. Желаем качественной и удачной печати. Не забудьте поставить лайк, я старался для вас. Под видео очень много полезных ссылок для вашего принтера. До новых встреч. Пока, друзья.